В 1949 году поднимается шумиха У меня парализовала руку Я не могла даже ложку поднести к рту А эту парализованную руку мы лечили И сделали все, что было в наших силах Но она так и оставалась парализованной В 1943 году я служил на борту подводной лодки и был ранен При этом был раздроблен левый локтевой сустав И меня достали в морской лазарет в Штральзунде, где меня прооперировали После операции выяснилось, что рука потеряла подвижность Не разгибалась и оставалась в согнутом положении И так продолжалось до 1949 года Для окружающих я оставался инвалидом Меня не раз называли одноруким Потому что все выглядело так, будто с левой стороны у меня был протез У меня были очень сильные боли Которые постепенно распространились по задней части ноги до самого низа И в дальнейшем это привело к параличу Для лечения использовала все, что было в распоряжении медицины тех лет От уколов до различных видов терапии В конце концов врач мне сказал Больше ничем я вам помочь не могу Поэтому направляю вас в Бетхе к профессору Ясперсену В свое время он был моим шефом В Восточной Вестфалии этот врач пользуется безупречной репутацией Поезжайте к нему Мы так и сделали Но после тщательного обследования он мне сказал Я здесь бессилен Возвращайтесь лучше домой И обращаясь к моему мужу, который меня сопровождал, добавил Купите инвалидную коляску своей жене Чтобы она хоть иногда могла бывать на воздухе Она у вас еще молодая Мое состояние ухудшилось до такой степени, что боли не прекращались ни днем, ни ночью Лежать я могла только в одном положении Ходила совсем мало, да и то сильно согнувшись А о работе вообще можно было забыть К нам приходило все больше и больше людей И потом их собралось Несколько тысяч И тогда стало исцеляться еще больше людей У меня было впечатление, что чем больше собиралось людей Тем больше происходило исцелений Один из тех, кто лежал на носилках Вдруг поднимается и говорит Мне стало хорошо, мне стало хорошо Кого я видел лично, так это инвалидов в колясках Тут их было довольно много Теперь уже не могу сказать, сколько именно Но они, на самом деле Следуя призыву Бруно Грёнинга Встали с колясок А потом сами покатили их перед собой Это я видел собственными глазами Его исцеление произвело на меня сильное впечатление Лишь спустя определенное время Когда я там стоял, а он говорил Меня это нисколько не тронуло Но когда я позже увидел Как это подействовало на людей в инвалидных колясках На одного слепого мальчика А через несколько дней и на моего отца То у меня, естественно, сложилось совершенно другое мнение После этого я уже не мог не изменить свою точку зрения До этого я думал Я даже не хочу говорить Что именно я обо всем этом думал И за что я все это принимал Факты говорят сами за себя И они убеждают, не так ли? Я не из тех, кто сразу всему верит Я должен сначала убедиться сам Он только посмотрел на меня Вот так И я сразу показала ему руку И потом, я не знаю, что там было Стол или что-то такое Я держала свою руку так И вдруг мои пальцы сами начали по нему барабанить Они били барабанную дробь довольно долго И вдруг, буквально в один момент Паралич исчез Все это продолжалось не более получаса Я попытался там выпрямить свою руку Которая уже несколько лет была неподвижной Она выпрямилась И я закричал Она работает Она двигается Я, конечно, был настроен критически Но исходя из своих знаний Совсем не знал Как классифицировать свое исцеление Что это было? Гипноз, внушение или что-то другое Это было то, с чем я ранее никогда не встречался И ни к одной из методик это не подходило Невозможно было объяснить Как человек вдруг обретает способность двигать рукой Которая много лет была согнута И это видели все окружающие Тогда, естественно, возникает вопрос Как такое могло произойти? Я, конечно, всегда заступался за Грёнинга И говорил, что раньше я и сам в это не верил Но благодаря своему собственному исцелению Я убедился в том, что он сумел сделать что-то такое Чего не смогли для меня сделать даже известные врачи И в этот самый момент Буквально в одну секунду все и случилось Я не знаю, как, что и почему Но даже и сейчас, спустя 45 лет Мы с мужем так и не нашли разгадку В эту самую секунду он встал И я встала вместе с ним Я не знаю, как это произошло Но я просто встала с дивана, на котором лежала И в этот момент исчезли все боли Я смогла выпрямиться И теперь стояла напротив него Совсем рядом Он был небольшого роста, немного выше меня Наши глаза оказались напротив Я смотрела ему в глаза и видела в них такое сияние Которое невозможно описать И в этот момент я поняла, что если бы я сейчас не встала То потеряла бы свой последний шанс выздороветь Свой единственный и последний шанс Я могла теперь стоять выпрямившись И не испытывая никаких болей Раньше я так гордилась своей осанкой А потом целый год ходила согнувшись С трудом передвигалась, держась за столы и стулья И вдруг я освободилась и почувствовала себя очень счастливой Теперь свое счастье я испытывала совсем по-другому Адальбурот, у которого был рак желудка И которого врачи отказались лечить Знакомится с Бруно Грюнингом Война на всех нас оставила свою печать разрушения А самое главное Она разрушила наши души Во время войны мы перестали быть людьми Мы были подобны гиенам Нормальный человек не может убивать других А мы вынуждены были это делать Таков закон войны Либо ты, либо тебя Но это же ненормально Наша жизнь висела на волоске И мы должны были искать для себя выход Как это было на фронте Когда мы искали соломинку За которую можно было бы ухватиться Ведь любой момент мог стать последним Страшно, когда такое испытываешь Неудивительно, что мы заболели И наши души разрушились Я был настолько болен Что практически одной ногой стоял в могиле Я искал помощь Я уже ничего не мог есть И вообще ничего не мог делать Позже мой домашний врач сказал, что у меня рак желудка И тогда мы туда поехали Как это все произошло, я уже точно не помню Нас собралось несколько человек Мы туда поехали И это стало спасением для всех, кто там был Зал был полон И все исцелились Нам было так легко, что мы чувствовали себя заново рожденными Из тела ушла вся тяжесть Все то время, когда мы находились в зале И позднее, когда ехали домой Мы уже не были больны Мы не ощущали никаких болезней Они просто исчезли Вернувшись домой, я сразу поел И меня не вырвало Все произошло так просто Это сделало божественная сила, которую я получил через Бруно Грёнинга Она наполнила мое тело И оно снова стало функционировать нормально Если кто-то не хочет в это верить, то это его личное дело Но мою веру у меня никто не отнимет Это моя твердая позиция Я в этом убежден Я тогда получил эту силу Я чувствую ее и сегодня И я здоров Я старею Я стар Или я старею Как это лучше сказать И это прекрасно Я радуюсь жизни Тому, что я еще жив И тому, что я до сих пор здоров Нападки на Бруно Грёнинга становятся все сильнее Одни видят в нем Мессию Другие считают его шарлатан И прежде всего врачи относятся к феномену Грёнинга более чем скептически Грёнинг получает запрет на исцеление Вопреки запрету, отовсюду приходили все новые и новые люди с надеждой на исцеление Давление на чиновников со стороны этих людей Находящихся в состоянии тяжелых душевных и физических страданий Становилось все сильнее Грёнингу действительно предъявили обвинение Что он продолжал исцелять Не имея на это разрешения И этим самым нарушил закон о целителе В 51-52 годах сообщения о предстоящем судебном процессе Публиковались одно за другим Подсудимый действовал как шарлатан И совершил непреднамеренное убийство Среди медиков разгорелся настоящий спор по поводу феномена Грёнинга Никто не знал, куда все это отнести Грёнинг всегда подчеркивал, что Бог – это самый великий врач И что нет неизлечимых болезней Главное для него – это заповедь любить ближнего И слушать не людей, а только одного Бога На вопрос о своих знаниях Бруно Грёнинг отвечает Я хочу стать для людей лишь путеводителем Указывая им правильный путь, путь Господу Богу Мне хочется вернуть людей к вере Ни у одного человека я не спрашиваю о его национальности и вероисповедании Человек есть человек, и здесь нет никаких различий И никогда не говорите, что исцелил вас я Нет, я всего лишь маленький передатчик Крохотный трансформатор и не более того Кому была оказана помощь, должен благодарить Бога Я – ничто, Господь Бог – это все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok